как вы там на пути от их там нет автору за 200 не знаю как а чё за путь такой непонятный путь обычный российского солдата какой же сначала вас не было а потом не стало вот так она выглядит понимает по моему необычный солдат так делает это вещи какие-то интересные говорит ну так же как дела у вас да нормально дела успели поздороваться уже политика пошла и пока пара армию про политику ничего чего решили шума стик но армия политика сейчас обрядом короче все к этому идет правильно но за все что что зачем что за вести к этому разговор ну как ну кто-то же должен о вас побеспокоиться может я последний человек который с вами разоварить завтра вас блин там отправят сирию детства вас там бушман душман башку там отрежет и все они не отрежут серии уже войны нет уже слава богу значит в россии где-то отрежут какая разница но по-любому где-то умрем все мы когда-то будем там на том свете так же тут как ни крути и вас вообще никто не считает правильно бабы еще нарожают вы не думали вы знаете что в россии засекречены потери в мирное время то есть даже никто не скажет что там что-то с вами случилось на в украине скажет конечно у нас героев хоронят как героев они как они как а там по донецкому на кладбище написано хирургические отходы будете хирургические отходы напишут родителям пиздец говорит геройский погиб объелся кашей на посту и все страшную хуйню рассказывать ребята это это как говорится по реальным событиям сейчас один ваш у нас сидит в украине говорят вообще его не знаем ваше министерство обороны хер его знает шон там сделал так что знаете как россия своих не бросает она кидает так что ребята хорошо вам служить там пока не будем выход с девкой там уже хоть раз побывали ну так напоследок я не знаю блин и лучшая девка это рука товарища шо там у вас сейчас как как дела нормально шутки стреляешь дядь шутки ребята из волну я живу кто-то должен поволноваться за вас если за вас путин не волнуется не стоит не стоит за вас порошенко там дохуя волнуется я вижу ну порошенко до молодец вообще охуительный президент ведет страну в европейский союз полным ходом а вас ведет в северную корею ваш корм чей ничего страшного мы переживаем ребята главное с оптимистом относиться к этому за сейчас империя соберется когда будете ползти без ног такие знаете вы главное понимаете что это многоходовочка и и санкции делают вас все лучше и лучше там когда вы идите вот эту кашу с тараканами уже звонят ну кстати наверное будет что ты когда ты не ты когда газ включаешь ты это вспоминая нас хоть немножечко так как о вас я же в европейцах вспоминаем уже два года в европе покупаем ребят а в европу у кого покупает может в америке хрен его за час возят газовыми танкерами куда хочешь вообще без проблем вас вас вообще ваша мауле есть газ нету газа я знаю подошел топите кизяками ребята даже мы сейчас запах вот это вот лишние вот эти раза но признаешься нету как нету газа в крыму для в крыму вы живете он вообще загорится смотри на ненормально чего не не я люблю ребят люблю предателей так вы вы крымчане коренные ли вы по наехавшие зеленые человечки чтобы знать куда вас я коренной крымчанин я всю жизнь жил в крыму ну вот я иди и ты рад что тебя призвали а в украине к тебе не призвали прикинь почему не призвали я в украине не призвание но если хотел бы пошел бы на контракт зарабатывал бы бабло так не призвали как сколько вас платят там контракт но сейчас если вот а минимальный контракт чтоб не соврать по моему а принимали 17000 гривен это на ваши 35 тысяч рублей обычный рядовой получается но тут не буду брать это мне говорили не знаю может это за офицерский состав ну 20000 рублей это минимум просто то же самое у вас также да ну хорошо но лучше стало в крыму хоть бендер не туда то там заставляли вас украинский учить язык да нет почему я учил украинский язык и мне нравится украинский язык я ничего типа против этого не имеет да и вообще типа против народа украинского ничего не имею против правительства до базара 0 мне не нравится правительство против народа и так как бы я не пойму как ты какой к тебе имеет отношение украинское правительство ты ладно чтоб тебе путин нравился это же наша проблема теперь нет нет ну блин ты немного не прав я имею ввиду то что но мне не нравится вот я не просто не признаю того что они делают правительство ничего не делают также не признаю как и российское правительство делает некоторые моменты то есть я вообще и против того правительство и против того то есть мне параллельно шутешу тенок не не подожди я не могу не могу понять как ты можешь оценивать что делает украинское правительство если ты сам сейчас в украине не живешь это все равно же говорить я вот это значит при ссср было мы осуждаем действия юар вообще где она находится это южноафриканская республика да а мы жестко осуждаем их действия какое твое дело ты живешь уже в россии наслаждаешься свободой вообще я тебе говорил про то чтобы ты не агрился просто я не агрыш то есть я не злюсь не провоцирусь ребята я не но я понимаю если ты на адекватный человек кто ты просто заложник ситуации тебе просто деваться некуда просто у меня знакомые которые еще до этих всех событий мы общались там в игре в одной и он тоже вынужден сам из керчи и вынужден остался в крыму и он три года было все нормально ну как ну куда деваться уехать некуда ему и вот к нему пришли с повесткой вдруг внезапно то он решил сделать выбор и он свалил из крыма и сейчас в одессе где-то нашел родственников каких-то сказал что не не будет служить поэтому в одессе к нему не пришли с повесткой а зачем вы вообще знаете что у нас переселенных пир ну переселенцы внутренне перемещенных особо их вообще нельзя призывать в армию они не знал ну теперь знаю ну я тебе говорю то есть если ты ну то есть от тех кто из донецка перед допустим переехали вынуждена то их не призывают в армию то у нас идут и так без всяких кто-то же должен родину защищать от вас оккупантов короче нечего сказать да ну не все вместе как ты а ты крымский татарин да и так понимаю нет я крымский мне не от 2 нет я дагестанец а ты вообще по наехавший я понял родину защищать родину в крыму защищает дагестан защищать в крыму вообще охрененно придумано красавцы россияне хочу же россияне не защищает русский мир а дагестанцы что-то я не врублюсь никак хочу американцы не защищают защищают украинский на подожди причем вообще американцы сюда что-то не а американцы ли там кто блять не приезжают не обучают русских на украинских солдатам не обучают они же не воюют с оружием и убивают украинцы я тебе по секрету скажу еще ни один американский солдат не убил ни одного украинца хоть и тут и рассказывают что у нас тут идет война между сша и россии но по факту только российские он там ловим постоянно а ты думаешь америка все-таки да америка это все устроило 2x самого изначально изначально с майдана нахуй это все америка придумал да а каким образом ну благодаря взяткам деньгам подкуп блять правительства нахуй произошел майдан нахуй из-за майдана началась блять вся эта хуйня так ты думаешь януковича подкупили все-таки и он из-за этого бабло взял и сбежал с этим со взяткой в россию да я не знаю насчет того что блять януковича думай что был у власти и как можно было ему дать взятку скажи я сейчас не про януковича буду там до януковича тоже нормально есть блять этих скажу я ценюки всякие так далее и тому подобное на которые там сидят нахуй в думе на либо из-за чего майдан вообще вышел скажи ты знаешь из-за чего она скажи я не хочу подско я знаю я хочу чтоб ты сказал свою версию мне просто интересно как ты это все понимаешь почему тебя сша виноваты майдан из-за блять этого на европу не европу короче во из-за того что украина хотела идти в европу а янукович сказал хрен там мы объединяемся с россией в таежный союз правильно да в томоженности ну так где тут америка нему понять если 10 лет до этого украина декларировала что она идет в европу балла брала бабло для ну реформ то все фигни а потом я хочу все мы никуда не идем он отказался подписываться какой подписать меморандум там какой-то с европой вообще и все и сказал вот мы теперь идем в россию ты ну ты нормально вот это считаешь какое но тут надо смотря с какой точки зрения после если посмотреть это адекватно и понять ну типа где выгодно где невыгодно почему так решил из-за чего видимо какая-то выгодно почему он в ростове еще сидит он ставленник российский вот потому ему выгодно конечно ну так может ты не думал то что может это для народа тоже было бы выгодно если таможенный союз вступить он уже у выходные сидят он одни там беларусь полностью выгодно им там ты знаешь насколько упал оборот за последние три года в этом-то и таежином союзе в десять раз сколько подожди это тебе сколько лет 16 было до когда а давай удачи